Мир вам, сестры, братья. Приветствуюсь на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Сегодня мы поговорим о праведной жизни. Праведная жизнь перед людьми и праведность перед Богом. Как научиться вести праведную жизнь перед людьми? Что это такое? Какие шаблоны поведения взаимоотношений с людьми? Друзья, давайте я своими словами расскажу о праведности перед людьми и ошибке, которые мы можем допускать. Первое. Начало праведности любой – это Бог, друзья. Если начало праведности любой – это человек и то, что он делает, то есть как он выглядит, как он поступает, это говорит, что все это самоправедность. Начало праведной жизни – это тогда, когда сначала мы получили оправдание по вере от Бога. То есть сначала Он нас наполнил, потом мы отдаем. Как можно отдать, если сам пустой сосуд? Если сам сосуд пустой, как можно отдать? Начало праведной жизни – это тогда, когда сначала мы научились праведности от Бога, а потом просто отдаем. Как можно отдать, если сам не научен? Как получить праведность от Бога? Когда к вам пришел Бог, и вы отозвались на Его призыв, откликнулись и приняли верой искупительную жертву Иисуса Христа, пришли к Богу молитвы покаяния в то, что раньше не верил в Иисуса Христа, то, видя вашу настоящую искреннюю молитву, Бог отец слышит вас, принимает вас и дает вам сразу Духа Святого, и изливает на вас Духа Святого, как и на апостола Павла. Это книга «Деяния», 9 глава, 17 стих. «Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал, «Брат Савву, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Вас Бог исполнил Святого Духа. Во-первых, Он этим подтвердил, что вы действительно прощены, и Он действительно принял вас и то, что вы сделали. Во-вторых, Бог дал вам Духа Святого, который теперь будет всегда помогать и вести по жизни, а в конце времен еще и воскресит со всеми детьми Божьими и освободит во всей полноте. Духа Святого Бог не зря дал сейчас, а не после нашего воскресения. Нам очень нужна помощь сейчас, в этой жизни, потому что нам всегда мешает и искушает наша плоть и грехи вокруг, когда мы пришли к Богу. И сейчас мы, как слепые котята, не знаем, как жить дальше. Теперь Дух Святой нам говорит, что делать и как поступать с людьми, с которыми живем рядом и общаемся. И это и есть настоящая праведность и праведная жизнь, ведомая Духом Святым. Богу очень не нравится жизнь и не очень хорошая. Богу очень не нравится, когда мы называем себя христианами, а жизнь ведем не очень хорошую. Это может произойти только тогда, когда мы пришли к Богу и исполнили Духа Святого, но не делаем то, что Он нам говорит. Можно посмотреть, как диагноз, что наши взаимоотношения с ближними людьми плохие. Вроде и слушаюсь Духа Святого, а мира с братьями и сестрами нет. В чем дело? Друг мой, проверь свою праведность. То есть, скорее всего, ты живешь своей праведностью. Это самоправедность. То есть, в основу взаимоотношений с людьми и Богом, ты поставил не Божью праведность, а свои сильные стороны. И, друг мой, это не конец. Просто покайся в этом и измени свою жизнь. И Дух Святой тебе поможет все выровнять, то есть все взаимоотношения. Твои взаимоотношения с братьями и сестрами в церкви, ближними твоими, это показатель твоих взаимоотношений с невидимым Богом. Но, друг мой, знаешь, я очень часто вижу, что много людей, особенно женщин, очень хотят, чтобы их мужья, дети пришли в церковь. Посмотри, какие твои взаимоотношения внутри семьи. Есть ли там Дух Святой? И ты с какой праведностью пришел к Богу? Может быть, ты живешь самоправедностью? Так вот, твои взаимоотношения с братьями и сестрами в церкви, ближними твоими. Это показатель твоих взаимоотношений с невидимым Богом. Друзья мои, и это очень видно со стороны. Если мы думаем, что нам это не видно, если мы думаем, что это другие люди не видят, очень сильно видят. И твои взаимоотношения с невидимым Богом, они обязательно проявятся во взаимоотношениях с людьми, братьями и сестрами. Это закон, друг мой. Итог, друзья. Богу очень важно, чтобы мы жили в мире. Скажу больше, любили своих братьев и сестер, ближних своих. Силу, ведение мы берем из сильных сторон. И это, друг мой, самоправедность и неугодно Богу. Духа Святого там нет. Богу очень важно, чтобы мы жили в мире. Скажу больше, любили своих братьев и сестер, ближних своих. Силу и ведение мы берем, как нам дает и направляет Дух Святой. Это угодно Богу, и Он радуется от такой нашей жизни. И Сам присутствует лично. Друзья мои, а сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись, или вы получили слово Откровения Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь, и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Продолжение следует...